В 1959 году на Кубе произошла революция, приведшая к власти правительства Фиделя Кастро, избравшая для страны социалистический путь развития. США, оценив угрозу появления у своих границ советского плацдарма, начали подготовку к боевым действиям, направленным на свержение революционного правительства Кубы. СССР объявил о том, что не допустит американской агрессии против братского кубинского народа. Ввел на Кубу свои войска, ракеты и развернул системы ПВО. Советское командование потребовало, чтобы самолеты США прекратили облеты острова, предупредив, что будет сбит любой чужой самолет. Госдепартамент США заявил, если наш самолет будет сбит, Куба сразу же подвергнется бомбардировке. 27 октября 1962 года американский самолет-разведчик У-2 был сбит. Мир замер. Обстановка накалилась. Президент США оказался перед трудным выбором, от которого зависела дальнейшая судьба человечества. Нагнетание военной напряженности вокруг Кубы достигло своего апогея. В этой ситуации конфронтация неизбежна. Конфликт приведет к многомиллионным жертвам во всем мире. Только в первые часы ядерной войны в США погибнут 80 миллионов человек. Удары по Кубе, Гаванна стерта с лица земли. Советские танки превратили Западный Берлин в руины. Отдан приказ о применении ядерного оружия. Продолжают войну армии четырех анклавов. СССР, Китая, Англо-Американского альянса и Союза народов Европы, образовавшегося из боевого содружества армии Германии и Франции. Задача каждого в этой ситуации – выстоять в борьбе против других. Каждый спасает свою нацию. Союзы между воюющими сторонами невозможны. Каждый за себя.